мы ее выпустим нет она очень маленькая миш такую рыбу надо выпускать первую лову пацанах покажи ее девочки это щука вон какая здоровая видали это окунь вот такой вот окунь смотрите как прикольно все приходит в коробках это сервис ешь деревенская в общем здесь продукты без пестицидов экологически чистый без химикатов выращивают фермеры всякие маленькие хозяйства в общем сейчас все покажу уже знакома с ешь деревенская потому что я уже заказывал у них как-то раз мне очень понравилось вот смотрите что же у меня в этой коробочке ну здесь зеленушка внимание как все упаковано я вот уже немножко достала вот такой вот шикарный кусочек рыбки я обожаю это вот печеньки орешки вкус детства здесь заморозка вареники с картофелем и квашеной капусты котлетки натуральные и замороженная клубника я заказываю постоянно так это масло посмотрите во первых бутылочки красивые масло все натуральное сыродавленное это вот для рыбы это просто универсальная смотрите какая прелесть вот такое вот масло оливковое и прям целую бутылку сыродавленного подсолнечного масла который я использую каждый день и продукты в магазине даже не найдете например вот такую вот кашку полезный завтрак вы понимали продукты хранятся там по 5-6 дней потому что они полностью натуральные рулет из индейки сердельки в натуральной оболочке такая вот мука тоже цельнозерновая пшеничная вот заказывая эти продукты можно быть уверенным на все сто процентов что они полностью натуральные экологически чистые то есть без пестицидов без химикатов без гормонов роста без усилителей вкусу без обработки всякой химоза и так далее то есть ешь деревенская сотрудничает с маленькими фермами какими-то семейными производствами поставщиками и так далее все натуральное особенно масло я обожаю какие запахи вот это универсально различные тут пряности и травы для рыбы рыбы я тоже часто готовлю еще мне очень нравятся эти бутылки мешаем белый кобальт синий и красный посмотрим что выйдет добившись равномерного замеса получился красный пурпурный оттенок либо cudрости следующ Mo없이 Продолжение следует... 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 Так, вам вопрос. Когда собака гадит на тротуар? Ну, во-первых, девочки, это выглядит просто отвратительно, когда сидит животное и срёт посреди дороги. Я не знаю, как вам, но мне даже в эти моменты стыдно и неловко, потому что, не знаю, я так привыкла, что собачки какают в кустиках, присели и аккуратненько сделали свои дела в лесу, ну, мы не говорим сейчас про специальные площадки для выгула, но это кустики, а не то, что я иду, например, сидят люди на скамейке, рядом детская площадка, и моя собака садится вдоль тротуара и начинает вот в такой вот позе срать. Объясните, вам приятно? Вы сидите, например, на лавочке, никого не трогаете, и перед вами начинает срать собака. А я такая, ой, не обращайте внимания, сейчас я все фекалии соберу в мешочек и унесу, и начинаю вот это вот собирать, складывать. Или совочком, есть ещё такие совочки специальные. Просто я не понимаю, у меня, блин, сто сообщений, типа, а какая разница, откуда убирать собачье говно? С тротуара или с кустиков? По мне, так разница большая. Я ко всему, мне не нравятся эти взгляды. Ну, у нас чистая, красивая ЖК, и знаете, вот у нас очень часто ругают собачников, кто не убирает какашки за собаками. Поэтому, когда собаки гуляют на тротуарах, на тебя вот такой пристальный взгляд. Они прям следят за тобой, вот когда же собачка начнёт срать, чтобы дать тебе пизды. Больше наши жители даже выпендриваются, когда ты гуляешь, ну, вот в газон, да? Не выгуливайте собак на газонах, для этого есть лес и специально отведённая площадка, они постоянно пиздят на это в чате. Я на газоны не хожу, я хожу за дом. Ну, блин, пока я найду, она уже обосрёт весь тротуар. С всего потока сообщений мне только одна девочка написала. Блин, ну, такая же проблема, какает собака, остыдно мне. Вот, вот, человек, который понял, что я пытаюсь донести. Все остальные негодовали, а что такого? Ну, срёт, да срёт она на тротуаре, ну и подумаешь. Ну, а ещё писали, так с тротуара же удобнее убирать, чем ковыряться в кусте. Ну, наблюдаю, замечаю, как есть приученные собаки, хозяин с ними выходит, терпи, здесь нельзя. И они идут далеко куда-нибудь в лесок в кусты. Это ни на каких тротуарах не происходит, господи. Почему это, почему я это вообще сейчас объясняю, я понять не могу. Неужели это и так непонятно, ну, что это типа ненормально? Ну, я понимаю, что это естественно, но это смотрится отвратительно. Когда стоит хозяин, своего собака срёт посреди других людей. Потом ты стоишь, это убираешь. Ну, блин, или я ебанутая, или лыжа. Я просто спросила, советую людей, так как мне чужды дрессировка, собака и так далее. Мы гуляем редко, только в основном летом. Поэтому я спросила, может, есть какой-то способ, как реально можно приучить, чтобы собака терпела до того места, куда и веду её я, её хозяйка. А не там, где она вздумала назвать. Привет! Короче, мы что-то сегодня по ЦЦ. Ходили, хотели что-то купить, но в итоге Диме нашли прикольные вещи. На меня одно дерьмо. Идёт модный, модный, огородный. А сейчас мы, короче, решили... У нас тут парк из Победы крутой, в Зеленограде, хороший. Решили покататься на самокатах. Один нашли. Вон Михаил гоняет. Идём искать нам. А ещё плохо, что с одного телефона можно только один самокат забронить. А у нас всего два телефона. Кто-то один всегда будет ходить. Твои глаза горят ярче, солнце я... Ты! Тороше золото! Что ей снится, когда слёзы на её ресницах? Когда в эту ночь опять нет. Не надоело так жить. Говорила друзьям. Я не могу тебя любить. Ты не знаешь и сам. Не надоело так. В моём сердце мечты не вернёт даже много. Лучше любви мечты. Но я хочу тройной. Не проси цель, стени на небо. Посмотри, как плывут облака. И солнце свет нам с тобой не поймать никогда. Наш мир у Боги и в нём... В самом деле я настолько разучилась ходить ножками после машины, что для меня как бы целое дело ещё пакет допереть. Со столовки до дома. Как всё непривычно, ребята. Это вообще... Правда, говорят, хорошенько вам быстро привыкаешь. Ну, это к поездкам на машине. И вот такая красота лесная. А там вот за лесом прям вид на весь город открывается. И на Братское водохранилище. Когда пойдём гулять на наше водохранилище, поснимаю вам. Вот всё. В общем-то я прилетела. Кот явно не очень доволен. Невозможно, конечно, не прокомментировать. Вот одну женщину нужно в протяжении нескольких дней очень тревожить, что мы посещаем только Бургер Кинг с Димой. И никак вот в нормальный ресторан попасть не можем. Ну что ж такое-то, а? Ну вот... Ну бомжуем мы. Ну денюжков у нас нет на нормальный ресторан, конечно. Только вот можем себе позволить Бургер Кинг. Так, пепси, картошечку, фри. И три штучки наггетов. Так выглядит стайлер Дайсон. В красивом синем цвете. В коробке. Здесь у нас идёт сам стайлер. И насадки это фен. Это насадки для укладки. Побольше. Поменьше. Две насадки расчёски. Одна для сушки, одна для выпрямления. И вот такая щётка. Внизу, если поднять вот эту штучку, у нас находится шнур и докон. Таобау разобрали? Чешем на мусор. Класс. Вообще обалденно, да? Да. Это рыба. Смотри, сты, это рыба. Рыба. Дим, не наезжай на неё. Это кто? Это рыба, это не крокодил. Это кто? Это лещ. Это лещ. Девочки, это лещ. Я смотрю, многим зашли кроссовки. А вообще, я заказала себе две пары. Одни вот такие вот Nike Air'ы, а одни New Balance'ы. Очень классные. Кстати, за подписку мне ещё дали скидку 5%. Можете прям смело заказывать и знать, что вам не привезут ожидания, реальность. В этих я уже даже успела прогуляться. Ну, я просто обожаю кеды, кроссовки. Это прям моё всё. Доставка по Москве в день заказа. То есть мне привезли их сразу.